Привет, мои добрые, хорошие! С вами Наталья Белегия. И сегодня я хочу поговорить с вами о французском языке, который даётся мне очень-очень-очень сложно, просто невозможно сложно. Ну, немного предыстории. Дело в том, что я живу в стране, в которой один из официальных языков это французский. То есть я... В Бельгии несколько официальных языков. И вот мы живём во французской части, где все говорят на французском языке. И есть такая особенность. Франкоязычное население, оно очень не любит изучать другие языки. Поэтому здесь очень сложно найти кого-то, кто общается на другом языке, кроме французского, например, на английском. И это доставляет, скажем так, немалую сложность лично для меня. Я здесь нахожусь уже больше пяти лет, и до сих пор с французским у меня сложноватенько, так как в силу того, что с мужем я общаюсь на английском языке, и вот до некоторых пор мне этого общения было абсолютно достаточно. То есть у меня есть возможность общаться на русском языке, с сыном, с родственниками через скайп, скажем так. Сейчас ещё и добавились русские знакомые, с которыми я могу пообщаться здесь, слава небеса. Более-менее адекватные, классные люди. Одна из них Лина, кстати, мега-белдженшок, классная. Вот, и с французским вообще беда-беда-беда. И ещё я столкнулась с тем, что французский язык – это ещё и очень сложный язык. Фух, наверное, по сложности, как и русский. Может быть, чуть-чуть попроще. Но действительно очень-очень сложный, для меня, по крайней мере. Ну, вот так. И на данный момент дела обстоят так, что я уже ловлю себя на мысли, что стала понимать, о чём говорят люди. Но сказать, знаете, как собака, всё понимая, сказать ничего не могу. Причём время от времени за него я берусь. У меня масса-масса учебников всяких разных, программ обучающих, по которым я время от времени занимаюсь. И я думаю, что они дают таких определённый результат. Не тот, конечно, который хотелось бы. Потому что в любом случае изучение языка – это самое-самое важное. Это практика. Практика, практика. С практикой у меня сложной. Но тем не менее, язык я изучаю очень-очень-очень мелкими шажками. И вот хотела бы открыть такую рубрику, да, где я бы говорила о изучении французского языка. Даже для тех, кто так же, как я, попал сюда, в Бельгию, да, и не знает, с какой стороны подойти к этому языку. То есть учебники, книги, программы – это всё хорошо. Но хочется тоже как бы подать пример, да, того, что я узнала, того, что мне помогает, да, изучать этот французский язык. Вот, ну, поделиться какими-то маленькими, я не знаю, своими шажками, которые приведут, да, к какому-то большому результату. И вот один из таких шажков, который подвигнул меня прямо завести эту рубрику, это то, что недавно в разговорах, опять-таки, о французском языке со своей семьёй, со своим мужем, я выяснила, что, оказывается, дни не теле во французском языке, несмотря на то, что... Ну вот сейчас очень распространено ведическое знание. И вот хотя в Европе совсем немногие знают об этом, да, и изучают вот это вот ведическое знание, моё огромное удивление получилось так, что названия дней недели французских, они как раз-таки образованы от названий планет, да, которые отвечают за то или иное день. То есть, вот смотрите, дни недели, понедельник, ля-ди. И сразу хочу оговориться, что обладатели идеального французского языка на меня не набрасывайтесь, потому что я изучаю французский язык не так давно, мне уже много лет. Вот. Я его только-только начинаю изучать, в него погружаться, и французский я изучаю бельгийский. Бельгийский французский. Поэтому, пожалуйста, те, кто имеет идеальный французский, прошу меня не ругать. Конечно, какой-то, как это называется-то, адекватной критики, да, я очень рада, но просто обзываться, ты говоришь неправильно, мне бы не хотелось видеть такие комментарии, да. Ну, давайте, значит, начнём дубль два. Значит, понедельник звучит как ля-ди. Этот день недели образован от французского слова «Луна». То есть на понедельник очень огромное влияние оказывает планета «Луна». То есть если соблюдать какие-то определённые правила и делать определённые действия в соответствии с этой планетой, да, я думаю, что это ни для кого не секрет, что каждая планета, она имеет свои какие-то характеристики, свои, свой характер и так далее. И влияет на ней неделю. То есть в какой-то определённый день, да, в зависимости от того, какая планета, стоит выполнять какие-либо действия. Или просто отдыхать в этот день, или там что-то покупать в этот день, или учиться в этот день, то есть этот день благоприятствует обучению. Вот всю вот эту информацию Вы сможете найти на сайте Марианы Полонски. Это один из таких сайтов, где я беру ведические знания. Я ссылку на этот сайт прямо вот на дне недели оставлю под видео. Кому интересно, сможете посмотреть. Второй день недели — это вторник. Вторник по-французски — «Марди». Этот день произошёл от названия планеты Марс. Среда — «Мехкхади». Этот день произошёл от планеты Меркурий. Четверг — «Жоди». День недели называется от планеты Юпитер. «Жупитер» — это название начальной буквы одинаково. Пятница — «Вендради». Пятница произошла от Венеры. Суббота — «Самди». Суббота произошла от Сатурна. И последнее, моё любимое, кстати, ну, созвучие буквы. Мне очень нравится произносить это слово. Это день недели, воскресенье. «Димаш». Вообще, «Димаш» — это производная от слова французского «бог». Или дословно «рука Бога». То есть воскресенье, оно такой день божественный, когда надо отдыхать и так далее, надо набираться сил. «Димаш». Вот такая вот получается закономерность. Причём, уже, ну, так отойду от изучения французского языка. Пару слов скажу про дни недели наши, русские. Тоже не просто так, как взяли и называли день, да, он тоже происходил от какого-то слова. Ну вот, если смотреть по дням недели, которые сейчас, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, то они образованы от, ну, от номера дня, да, как эти дни стоят по порядку. То есть понедельник. Понедельник что-то там, по-моему, по-другому. Я не знаю, кто знает, подскажите, пожалуйста. Маю точно, что вторник — это второй день недели от слова «два». Среда — это середина, средний. То есть середина недели — среда. Четверг — четвёртый. Пятница — пятый. Суббота — воскресенье. Вот, кстати, воскресенье тоже связано что-то с таким духовным, с божественным. Воскресенье, да. Вот видите, как интересно. То есть не просто так слова называются, да, обзываются, можно сказать. Во всём есть, в любом слове есть какой-то смысл. И у меня большая просьба тем, кто в курсе, да, как образовывались дни недели наши русские. Расскажите, пожалуйста, поделитесь, не скрывайте это. Возможно, что... Да невозможно, а точно, абсолютно, я уверена, я даже, по-моему, где-то об этом читала, что дни недели, они по-другому назывались. Вот наши русские, что не просто второй, третий, четвёртый, да, были какие-то символические названия для дни недели. Вот кто знает, поделитесь. А сейчас хочу сказать вам огромное спасибо, что вы меня смотрите. Я надеюсь, что вам эта моя рубрика понравится, новая про французский язык. Буду стараться вам рассказывать про какие-то, может быть, устойчивые выражения в этой рубрике по-французскому. Буду делиться с вами о том, как мой личный французский продвигается. Потому что, например, с сентября месяца я планирую пойти на курсы обучения французскому языку. Наконец. Ну, что, ну, начинаю уже осознавать, поздновато, конечно, что... Хотя нет ничего, но никогда не поздно начать, что нужно было изначально уже, как только мы сюда приехали, да, начинать учить язык. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо ещё раз за то, что вы меня смотрите. И, пожалуйста, изучайте, изучайте иностранные языки, и при этом будьте всегда счастливы. Пока!